Так, назовите себя полностью. Для Бенка Виктория, анализ коллективного договора между залом 1-й контейнерный терминал и работниками организации на 2006-2009 год. Ну, для начала хочу сказать, что коллективный договор включает в себя очень широкий спектр отношений между работниками и работодателями на предприятии. И включает не только обязательства сторон вопроса оплаты труда, но и очень многие другие, такие как условия охраны здоровья, сроки действия договора и даже пути разрешения конфликтов. Ну, первая часть коллективного договора, наша основная, состоит из пяти частей, из пяти пунктов. Первые общие положения, потом основные обязанности работодателя, правкомов, работников, обязательства работодателя, контроль за выполнением коллективного договора и вопрос о подготовке проекта нового коллективного договора. Я бы хотела пробежаться по всем этим пунктам, останавливаясь на каких-то наиболее интересных, как мне показалось. И дальше сделать особый акцент на вопросе конфликта разрешения. Первый пункт об общих положениях, он говорит о сроках вступления в силу, возможности изменения, продления договора. И также именно здесь упоминаются вопросы конфликта разрешения и предупреждения конфликтов в организации. Здесь указываются цели создания данного документа и несколько раз указывается на то, что данный документ не противоречит существующему законодательству. Но именно, как говорится, коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальность и обеспечение принятых обязательств. И делается акцент на том, что инициатором по изменению и дополнению коллективного договора может выступать любая из сторон. Может носить предложение о начале коллективных переговоров. И вторая сторона не имеет права отказывать. Как бы указываются сроки. А почему вас это вот так заинтересовало? Это же написано в законе. Ну это просто общая площадка. Если что-то переписывается из закона, это представляет какой-то интерес при анализе коллективного договора? Потому что если было бы написано другое, в противоположность тому, что в законе, оно бы не действовало. Ну вот, на мой взгляд, очень многие положения трудового кодекса, они дублировались. Что идут? Дублируются положения трудового кодекса. Ну это дублируется для того, чтобы, так сказать, как-то картина была прав полная у работников. Не нужно сидеть с кучей. Но у вас же ведь задача какая? У вас задача как бы анализа этого коллективного договора. Не рассказы о том, какой он, да? Что он есть. И из чего он состоит. А анализирует, вот что вы считаете там интересным, примечательным, что неправильным? Ну, в первом пункте ничего особо интересного, особенно, ну, кроме вопроса конфликта разрешения, но я хотела затронуть его в конце. Если не будет, то я думаю, что мы пока. В остальном это просто общее положение, где нет ничего такого особенного. А второй раздел об обязанностях работодателя, правкомов и работников, он тоже просто дублирует положение не только трудового кодекса, мне еще кажется, трудового договора, где прописаны в общем... Ну, трудовой договор никак не включается в обязанности правкома. Никоим образом. Обязанности работодателя и работника? Нет, работников нет, трудового договора. Только у одного работника. Всегда же такой трудовой договор с одним заключается. Ну, здесь берется как нечто общее. Ну, если общее, значит, не дублируется. Ничего, что я вас немножко так... Давай, да, у нас тут будет как... Вот. Потом на вас всю жизнь будет кто-нибудь нападать, а вы будете всю жизнь отбиваться. Ну, что касается здесь как-то обязанностей работников, работодателей, правкомов, ну, прописываются и какие-то общие функции, такие как соблюдение законодательства и выполнение условий локальных актов. Во втором пункте это все. Он небольшой сам по себе. Вот третий, про обязательства работодателя, вот этот уже более интересный. Он затрагивает разные сферы деятельности работодателя и довольно подробно описывает обязанности работодателя в каждой из сфер. По организации производства, обеспечению занятости, охране труда, здоровье, рабочему времени, по оплате труда, по социальным гарантиям и льготам и по гарантиям профсоюзной деятельности. Вот общее содержание всего раздела, о чем дальше будет в расширенной форме идти речь, говорится в первом же пункте. И как главной обязанностью работодателя ставится всеми возможными способами и средствами способствовать развитию самоуправления трудовых коллективов, совершенствуя структуру организации, формы организации производства, технологию работ с целью достижения максимальных доходов организации каждого работника и планомерного развития организации. В общем, здесь говорится о том, что вся деятельность работодателя должна быть направлена на поддержание хороших условий как всей организации, так и каждого работника в частности. В общем, главная заинтересованность – это развитие. Можно сказать, что это вот такая основа преодоления конфликтов. Если организация выполняет это обязательство, то есть она развивает производство, значит, соответственно, рабочие места, соответственно, она обучение проводит, повышает квалификацию. Да, это можно считать конфликторазрешающим и превращающим способом, и об этом будет же говориться. А вот, скажем, написание того, что у нас, о чем мы говорили раньше, оно способствует избеганию конфликтов при начале переговоров. А то нельзя начинать переговоры сразу с того, с чем мы не согласны, да? А тут вроде с этим согласен, как будешь не согласен? Это по закону, это по закону, это по закону. Так постепенно приучать надо в стороны к тому, чтобы они, так сказать, не дрались сначала, а заходили какие-то контакты. Ну, все правильно. Сначала момент некая интеграция, потом... Да, какие-то есть дегранициация определенная. Так. Вот пункты, которые показались мне интересными. Пункт 3.1.16. Работодатель обязан обеспечивать обслуживающие механизмы рабочих... Обслуживающих механизмы рабочих инструментов для ремонта и обслуживания перегрузочной техники. Но там очень много всего. И в конце с учетом мнения про вковы. Это интересный пункт. И, на мой взгляд, он как раз и помогает интегрировать работодателя и рабочих. Потому что понятно, что рабочие лучше знают, что им необходимо для того, чтобы выполнять свои обязанности. А с другой стороны, с учетом мнения, означает, что никакого-то ответа рабочие наложить тут не могут. То есть, пожалуйста, решайте. Но послушайте сначала, что вам скажут люди, которые это будут делать. Вы процедуру учета мнения так усвоили, как она проходит? Да, понятно, что мнение могут выслушать, но не прислушаться. Но как вообще она проходит? Вот в чем состоит процедура учета мнения? У нас же она записана в Трудовом кодексе вполне, так сказать, очень строго. Учетом голосования, нет? Нет. Нет. Процедура учета мнения, она проходит следующим образом. Работодатель. Если он какой-то совершает, так сказать, тут в этой области, про которую говорится об учете мнения, в данном случае вот совершенствующая организация ремонтных всяких работ, да, он готовит некоторые виды изменения и с обоснованием направляет в правком. Правком либо соглашается, и об этом сообщает работодателю, и работодатель в каком случае может издавать акт. Либо правком не соглашается, но от него не требуется обоснование, а требуется мотивированное какое-то заключение, отказ. Почему вы считаете, что это не годится? Мотивированное, то есть нельзя требовать рабочих, чтобы они вам там все обосновали. Но они должны объяснить, почему вы считаете, что это плохо. То есть мотивированное заключение – это второй этап. Третий этап. Третий этап. Если есть отрицательное заключение, вот такое, мотивированное, то в этом случае должны встретиться работодатели, работник и провести консультации. Написано «консультация». Здравствуйте. Это что значит? Это значит, что работодатель не может пока еще пустить в приказ это дело. Раз сам учет мнения, он должен сначала поговорить. Вот он поговорит. Может кофе попить, может не попить, но поговорить обязан. После того, как он поговорил, неважно какое мнение у работников, он может издавать приказ. То есть к чему обязывает этот пункт учета мнения? К тому, чтобы работодатель сначала выслушал работников, профсоюз, как представителя работников, и только потом издавал приказ, чтобы он в горячем пальце, так сказать, не наделал, так сказать, того, что можно сделать сгоряча. Но никто у него право единоначально решить какие-то хозяйственные вопросы тут не отнимает. Но у него есть обязанность сначала выслушать, а потом уже решать. Так сказать, как бы его освобождают от таких вот приказов, которые делаются, не подумав, не продумав, не посоветовавшись. То есть это полезная процедура. Да, на мой взгляд, это очень полезный пункт. Да. Как я уже сказала. И тоже, как вы говорите, конфликта разрешающие, да, в том смысле. Им виднее, что необходимо для выполнения их же обязанностей. Да, лучше вы сначала поговорите, чем потом вам будут люди показывать, что вы там назвалили. Вот еще один, этот пункт, наверное, можно отнести тоже к конфликту предупреждающим. Да. Вот еще пункт 3.1.20, это все еще в сфере организации производства, говорит, что при проявлении работниками инициативы, повлекшей улучшения в организации производства, необходимо поощрять работников материально и морально. А что, написано «необходимо»? Да. Только «необходимо», ни обязанности нет поощрять, да? Нет обязанностей? Или только «необходимо» написано? Ну вот если я скажу, что вам необходимо пообедать, это означает, что вас будут кормить? А вот «необходимо»? Это как некое предписание. Ну, необходимо – это не предписание. А то «необходимо»? Ну, вот вроде «необходимо» – это, конечно, так сильно. Да, необходимо, да. Ну, если вы не обязаны, то и что? Вот вам необходимо пообедать. Ничего из этого следует. Ничего этого не следует. Вы бы сказали, Михаил Ильич, я сейчас поведу вас в буфет и сам возьму на вас обед. Это я понимаю, это обязанность. А если необходимо, вам необходимо гулять на свежем воздухе. Вам необходимо хорошо питаться, вам необходимо хорошее жилье. Что-то такого. То есть это из таких вещей, ну, если уж говорить про конфликты разрешимые. Это не инфрационность, но все равно водник читает, ему приятно. Приятно. Вот, это успокаивает. Если есть какая-то надежда. Да. Он может сказать, а почему вы не делаете то, что необходимо? Мне кажется, этот пункт, он все-таки побуждает работников, ну, пытаться придумать какие-то новшества, не знаю, улучшить работу всего предприятия. Он побуждает работодателей, когда ему какие-то работники что-то делают, все-таки думать, как посеять. Вам не кажется, что это как-то с обеих сторон работает? Ну да, побуждает, и стоит с другой стороны. Так. Хорошо. Так. Вот еще пункт 3.1.23. Не допускать возложения на работников ответственности за ущерб, который может быть отнесен к категориям нормального производственного хозяйственного риска. Да. Ну, здесь частично, опять же, дублируется трудовой кодекс. Я смотрела специально в словарях юридических, что же такое-то вот нормальный производственный хозяйственный риск. Очень какое-то сложное, запутанное определение. Пишут в словарях юридических, что к этому относятся направленные изыскания и опробования новых, оправданных в данных обстоятельствах приемов работы, при условии, что определенные общественно полезные результаты не могли быть достигнуты при помощи средств, что были приняты до этого. То есть это какое-то новаторство. Ну, это очень усложняет. Нормальный производственный риск означает, что либо получится, либо не получится. То есть есть такие вещи, которые нельзя сказать, что они, вот если будешь правильно все делать, как записано, то обязательно получится. Например, вот делаются конденсаторы, которые используются при производстве ракет. Скажем, есть такое понятие выход годных. Вот вы делаете одинаково все. А выход годных 80%. То есть 20% попадет в брак. Поэтому с такими делами, значит, разбирается таким образом. Значит, сначала изготавливают, а потом начинают перебирать и выкидывают то, что не годится. Потому что стопроцентный, вот стопроцентного выхода не добиться. То есть зато это делаются такие вещи, которые работают в условиях очень высоких температур, таких очень резких средств и так далее. Но это совершенно нормально, что какая-то доля бракованная. То есть бракованная. Значит, о чем здесь идет речь? Если речь идет о таком производстве, в котором результат, ну, только, скажем, определенная вероятность, может быть, положительная, да? Ну, там, 60 или 80%, то, значит, нельзя работника наказывать за то, что у него получился отрицательный результат. Он делал то, что полагается. Получился отрицательный результат. Кто виноват? Никто не виноват. Потому что это такой технологический процесс. Я, видимо, поняла этот пункт немного неправильно. Я все-таки интерпретировала как нечто связанное с новаторством. А это связано с новаторством. И это тоже правильно. Не только с новаторством. И с новаторством, и с тем, что это уже не новое, а все равно тут риски есть постоянные. Вот. И возникает вопрос. А все-таки это был нормальный производственный и хозяйственный риск? Нормальный. Или же нет? Да, нормальный – это тот, который не связан с травмами для работника. Потому что он нормальный, если человеку руку или ногу оторвет. То есть нормальность состоит в том, что не получится тот результат, который желательно получить. Но он получится в большинстве случаев. Вот вы сделали 20 испытаний, из 20 испытаний 13 и получаются. А вы уже решайте, выгодно вам такое производство вести или нет. Кто это должен решать? Работодатель. Но если он решил все-таки вести такой технологический процесс, когда выход годный меньше, значит, или результат не всегда получается положительный. Ну, так не надо тогда требовать, что вы сделали отрицательный результат. Я на вас нападаю и говорю, а что вы сделали? Не то, значит, и мы вас депримируем, мы вас подберем, накажем и так далее. Ну, так это, если это категория нормального производства, надо определить, какие процессы относятся к процессам с нормальным производственным риском. А если это еще не определено? И, скажем, в процессе... А вот и надо, а вот если есть такой коллективный договор, он обязывает, заставляет этим заниматься. Скажет, а что вы, так сказать, вы не определяли, а почему вы так сразу наказываете? Вы определите, какие у вас такие или нет. Потому что, если вы не определяли, может быть, у вас все, все процессы такие с производственным риском. Ну, может, спорят момент, что относятся, что не относятся и как-то действуют. Ну, пусть поспорят и разберутся, то есть, по разным процессам, которые есть. Все же операции, на самом деле, у каждой специальности есть. Вот технику ее можно отремонтировать, можно не отремонтировать. Получится, не получится. Какие-то вот асы, которые занимаются ремонтом. Вот, скажем, есть такой тратель Александр Семенович, который ремонтирует козловые краны, на которых, знаете, большие такие-то висят, и они перегружают огромные грузы, кораблей поднимают на берег и так далее. Ну, вот, может получиться ремонт такого крана, может не получиться. Это зависит очень сильно от квалификации. То есть, какие-то очень квалифицированные рабочие это могут сделать, но вообще в обычные средние рабочие нужно не выйти. А может и у квалифицированно не выйти, потому что кран имеет определенный возраст, и до такого-то возраста это можно вот так отремонтировать таким путем, а после этого возраста лучше его заменять. Уже не отремонтируешь. Всегда он попадает в такую полосу, когда это нормальный производственный ремонт. Ну что, будем рисковать, починить, или будем сразу его, так сказать, демонтировать и покупать и новый. Это кто должен решать? Ну, это должен решать серботодатель, но он должен решать с учетом того, что выбора. А если он так будет решать? Ну, нет, мы оставим, при этом он еще что-то сломает и что-то другое еще нарушит, и кто будет за это отвечать? Поэтому тот же рабочий, поскольку вот такое положение есть, он говорит, так вы сначала решите, так сказать, если вы считаете, что это не риск, а я считаю, что это риск. Тогда включается и профсоюзный комитет. То есть, вы говорите, это надо обсуждать. Так это и надо обсуждать. В общем, разрешение конфликта в чем может состоять? В том, чтобы собрались и обсудили. Это вот технология, которая дает нормальный производственный риск, или технология, которая вообще недопустимая, потому что она может привести к жертвам, к увечию и так далее. Так, но вы совершенно правы в том, что в отношении новых каких-то процессов заранее вы не знаете, что получится. Давайте, говорит, рискнем. А, ну, давайте. Говорит, мы рискнули. А, говорит, а вот сломалось. Кто будет отвечать? А вы же делали. А поскольку я работодатель, я же ничего не делаю. Я, сказать, указания только доведет. А вот тут, говорит, а вы же давали указания делать. Я же вас спрашивал, как рискнем, не рискнем. Вы же решили рискнуть. Так кто рискует? Вы или я? Ну, если вы рисковали, так вы несите ответственность за этот риск. А я тут причем. Я не рисковал. Я выполнял ваши задания. То есть риск относится здесь в данном случае не к рабочему, а к работодателю. Вот еще несколько следующих пунктов, но уже в сфере обеспечения занятости, которые, как мне кажется, все-таки улучшают положение рабочих относительно трудового кодекса. Один из пунктов, уже упоминал предыдущий докладчик на прошлой паре, это пункт о том, что при наличии вакансии предоставляется приоритетное право родственникам погибшего в результате несчастного случая на производстве. Так. Ну, еще также, если работник получил травму на производстве или какое-то профессиональное заболевание, работодатель должен пытаться найти ему место в организации с такими... А, такое место, которое он сможет... Такую работу, которую работодатель, получивший травму, сможет выполнять. Ну, вот надо сказать, что поскольку всякое производство современное, оно связано с механизмами, да, а механизмы обладают таким свойством, что они могут сломаться. И сломаться они могут не тогда, когда они стоят просто, а тогда, когда они работают. А когда они работают, значит, рядом находится рабочий. Поэтому вообще в современном производстве травматизм очень большой. Скажем, до 20 тысяч в год травм различных. Получается, что работников не бросаются? Да, и это тоже относится к той теме, которую вы подняли. Что вот конфликта предупреждения, конфликта разрешения заранее, что... Ну, может получиться всякое. Человек, который работает, он чувствует, что вот... Написано в коллективном договоре, что не бросит его администрацию, если что-то случится. Что-то будет подбирать ему работу. Но он перейдет на другую работу, более легкую. Или связанную, не связанную с теми операциями, которые он теперь не может делать и так далее. То есть он не будет выброшен просто, как иногда бывает на предприятиях. Человек заболел? Трудового договора нет. Нет, его так тихонечко выносят за пределы предприятия и кладут. И все. Он же тут не оформлен. Нога у него, или рука у него, или что у него, или вообще общее заболевание. Все. Это его не касается. А он туда на завод больше не пускает, и все. Его нету больше. Он пропал. Тут этого нет. Тут заведомо записано. Поэтому это, конечно... То есть там бывают забастовки на этом предприятии. Вот сейчас там забастовочное состояние, например. Но так как работодатель должен заботиться, и работники заботятся, о забастовочном состоянии, забастовки как таковой нету. То есть там нет прекращения работы. А это означает, что во время забастовки что имеется? Весь забастовочный комитет. То есть еще один орган. Профсоюзный комитет само собой. Там сидят профсоюзные работники. А вот здесь, в основном, есть рабочие сидят. Которые готовы. Если вот что-то, так сказать, какие-то делают неправильные движения в такой ситуации. А какая сейчас ситуация? Ситуация такая, что в виде народа увольняют. И растет безработица. Была 4, сейчас 5,6. Как говорит Владимир Владимирович, небольшая. Ну, небольшая, если ты туда не попал. А если попал в этот процент, то она тебе не покажется небольшой. Потому что для каждого рабочего, который попал в безработный, это 100%. А для того, кто не попал, только там это теоретическая возможность и так далее. И вот в такой ситуации, конечно, если такая запись и есть. Если заведомо уже записано на переговорах. Это все прозвучало, записано в тексте. Ну, конечно, люди относятся к этому и к своему руководству хозяйственному. С вниманием и с пониманием. И просто так, вот сгоряча, вот забастовку объявлять не будут. То есть, они подготовили все для забастовки. Ну, говорят, давайте договоримся. А потом говорят, ну, давайте договоримся. Тогда у них и внимательно относятся к их предложениям. Потому что это предложения со стороны тех, которые завтра могут объявить бессрочную забастовку. И бастовать столько, сколько хотят. Причем, как они будут бастовать, это уже администрация никак не может в это влезть. Потому что это дело по закону сугубо работников. Вот они хотят один час сделать там забастовки в день прекращения работы. Или один час вечером, один час утром. Прийти на час позже, уйти на час раньше. А можно перед обедом еще отдохнуть. Или после обеда немножко. Не бежать на работу и так далее. Это все решает забастовочный комитет. Причем он каждый раз приостановит забастовку. И за три дня уведомит, что теперь будет вот так проходить. И все, уведомит. Больше ничего. Вот если он не уведомит, это нарушение. А если уведомит, пожалуйста. И все. Еще несколько интересных пунктов. Именно насчет безработицы. Прописываются действия работодателя при необходимости сокращения штата работников. Вот несколько интересных пунктов я выделила. Это 3, 2, 16. Пункты Б и В. В общем, работодатель для сохранения внутреннего состояния предприятия должен в первую очередь ограничить внутреннее совмещение профессий и прекратить привлечение новых лиц. Если необходимо сокращать кадры, то есть нужно использовать в первую очередь свои, а не привлекать извне. А внутреннее совмещение зачем ограничивать? Чтобы не создавать искусственный дефицит. У нас не хватает кадров. То есть вас заставили выполнять две работы. А потом говорят, а девушка, для вас места нет. Почему? А потому что вот она за двумя. Вот это что такое ограничить внутреннее совмещение? Чтобы вот этого не было. Кто-то тянет две, потом второго, третьего, четвертого. Так можно набрать. Одни будут надрываться, а другие говорят, все, вы свободны, нету места. Причем это вот если не рассматривать всю картину в целом производства, здесь картина организации производства рассматривается, то поздно потом говорить об улучшении положения. Потому что обычно понимают, что вот ухудшилось положение, профессор среагирует. И профессор должен подумать, как может получиться, что вдруг кого-то увольняют. А увольняют по какой причине? Или кого-то со стороны приняли? А конкретно я могу вам сказать, кого со стороны. Есть морское кадровое агентство в порту. Там много компаний. Есть компания Лисина. Есть компания, значит, там компания есть, лесной порт других работодателей. Есть Нева Металл тоже, еще третьей группой работодателей. И есть морское кадровое агентство. Откуда люди в тапочках, как говорится, без спецодежды готовы прибыть в любой момент. И они получать будут за ту же работу примерно в два раза меньше, чем оформленные докеры. Но они как бы временно. Вот они придут и будут там грузить. Они готовы грузить, чтобы сейчас заработать. Потому что они в состоянии, что позовут, пойдем. Не позовут, будем ждать. И в коллективном договоре докера добивается, что записать, что те, кого постоянно, и если их постоянно приглашают, то тогда их переводить в штат сюда, а не так их держать. Иначе так можно постепенно всех туда, в это морское кадровое агентство, выкинуть. И тогда нет ни работников, ни коллективного договора. Ничего нет. Это такой прием. Поэтому само соотношение, какое количество работников ограничивает профсоюзный комитет, на переговорах добивается. Вплоть до забастовки. Потому что если вы сейчас допустите безграничное расширение этого дела, потом будет поздно уже что-то делать. Окажется, что у вас тут, собственно, не с кем разговаривать. Сейчас возьмут других людей, этих всех выставить. И это очень часто делается. Сюда же относится так называемый заемный труд. Знаете, да? Что значит заемный труд? Вот была уборщица, все это уборщицу долой, мы клиринговую компанию. А клиринговая компания взяла эту уборщицу, только подешевле, меньше теперь платит. А деньги получает клиринговая компания. За счет чего? За счет того, что она собирается этих самых, всех, кого она сгруппировала. И они теперь меньше получают, чем, скажем, в таком предприятии. Потому что тут уборщица получает 6, не меньше, чем 6 мрот. Потому что минимальная так установили в коллективном договоре. А если она в клиринговой компании, это дело клиринговой компании. Там профсоюза нет, ничего нет. А какой там профсоюз? Она работает на самом деле на каком месте? В порту. А считается, что она работает в клиринговой компании. То есть с них ничего не потребуешь, ничего взять нельзя. И никакой организации не может быть. Так, продолжайте. Вот еще один пункт здесь же. Если все-таки не получается избежать необходимости сокращения штата, то следующее, что необходимо сделать, это обеспечить возможность увольнения работников по собственному желанию, но с дополнительной компенсацией. Вот я хочу вам сразу сказать, что именно вот это и осуществляется. Вот в этом году это осуществлялось. Приезжали оттуда на заседание Российского комитета рабочих, товарищи рассказывали, что вдруг компания, которая теперь стала собственником этой вот ЗАО ПКТ, Первый контейнерный терминал, Global Ports, международная. Да, датчане там и еще черт знает кто. Как говорится, никто в этом уже ничего не сообщает. Никакой обязанности сообщать, кто там собственник, нету. И вот эта компания стала меньше грузов направлять сюда. То есть других вот компаниях портов много. Большая загрузка. А здесь все меньше, меньше, меньше. Как с этим бороться? Вот начинается вот это самое увольнение. И вот такой пункт был, коллективный договор. Значит, по договоренности с профсоюзом. Вот приглашает администрация пожилого. Докер и говорит, ну вам же тяжело уже работать, да? Давайте вам даем 10 окладов. Вы увольняетесь, ты найдете там 10 окладов. Это считайте вы 10 месяцев будете ничего не делать, а только искать себе хорошую работу. Тем более вам тут тяжело, найдете себе полегче, а у вас такой будет период. А здесь вы сами понимаете, через некоторое время все равно вам будет тяжело, заболеете, еще не будет, не дай бог, будет какой срыв. И идут такие вот разговоры, переговоры. И пожилые докеры, или те уже докеры, которые имеют заболевание, но не такие, которые исключают работу, но затрудняют работу. Они получили достаточно большую компенсацию за это. А что по закону? Если вот вас увольняют, что? Подождите, я здесь закончу, но размер компенсации, он здесь прописан. Что компенсация идет в виде материальной помощи в размере трехмесячного заработка. Это он прописан. Но это прописан, то есть они меньше не могут дать, если прописано. А если я, вы идете со мной, разговариваете по поводу того, чтобы я уволился амьятами, вы же меня заставить-то не можете. Если меня уволите, то три. А если хотите, чтобы я сам ушел, то да, шесть. Есть разница? А профсоюз говорит, ну, не, 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 вот. А уволить нельзя, а увольнение по согласованию с профсоюзом. Вот и все. Но трудовой кодекс говорит только... Да им плевать на трудовой кодекс, а у них написано в трудовом кодексе, что в коллективном договоре может быть лучше, чем в трудовом кодексе. У них записано, что уволить по согласованию... А? Я отвечаю на ваш предыдущий вопрос. А я вам говорю, что в трудовом кодексе записано, что если в коллективном договоре записано лучше, чем в законе, то выполняется норма коллективного договора. Да. А раз так, вот скажем, вот записано три месяца, А профсоюз состоит на том, что не может заставить он работников, как взять и уволиться. Без согласия с профсоюзом может он уволить докера здесь, в залу ПКТ. В любой других предприятиях может, там нет такой записи. Там и везде учет мнения, а здесь согласование с профсоюзом. А профсоюз не дает добро. И все. А вы хотите, чтобы профсоюз дал добро? Пожалуйста, договоритесь с работником. Вот договоритесь, что вы даете ему 10 окладов. Я хочу вам сказать, вот у меня есть знакомый товарищ, который работал в американской фирме. Это не такая уж такая страшная вещь или дикая. В американской фирме, закрыли эту фирму, здесь представительство в России. И выплатили 10 окладов. В частности, он получил миллион. Правда, через неделю он уже устроился на новую работу, опять же, в американскую фирму. Но миллион он получил. И это для того, чтобы закрывали еще эту фирму General Motors. То же самое. Они закрыли, выплатили компенсацию. Никакого шума, гамма, никаких проблем для города. Никакого скандала и так далее. То есть, в общем, на это, так сказать, какие-то понимающие работодатели идут. Потому, что они, лучше-то, чем в кодексе, никто не запрещает сделать. Почему мы должны относиться к работодателю, что он обязательно сделан только на уровне того, что заставляет кодекс. А он-то может всегда сделать лучше. Пожалуйста. Поэтому и договариваются. Давайте сделаем лучше. А иначе мы не даем согласия. И там ни один человек не уволен. Только там ушли все только по согласию. Вот с ПКТ. Вот ушли некоторые пожилые. Это количество сократилось. И не члены профсоюза все. Потому, что членов профсоюза нельзя без согласия профсоюза. А вы не член профсоюза. Ну, вы не хотели поступать, когда мы вас звали. Ну, вот наступил час икс. Все. Идем дальше. В общем, в коллективном договоре можно все-таки закончить? Да, конечно, можно. Выплата производится в размере трехмесячного заработка. А трудовой дорогой... Это вы понимаете в размере трехмесячного? Или не менее, чем трехмесячного? Не менее, чем трехмесячного. Вот. Это очень важно. Труды прописываются всегда же минимумы. Ну, в таких вопросах. Да. А трудовой кодекс говорит о том, что... Ну, во-первых, ни слова не говорится о согласовании с правковыми в трудовом кодексе. Там просто нет. Все исключено оттуда. И что говорится именно о увольнении в случае необходимости сокращения штата, что работник организации просто обязан предупредить, работодатель обязан предупредить работников под роспись. И выплачивается компенсация в размере одного среднего заработка, среднемесячного. При сокращении? Что? При сокращении? Да. Одного? Да. Это в кодексе? Это в кодексе. Не два? Я не помню статью, но это последняя версия со всеми поправками. Ну, значит, поправили. Одного сделали. Так что было два. При сокращении. А если человек встал на биржу, то тогда он третий месяц получает. Вот если он встал на биржу. Сейчас было так. Ну, возможно, поправили, да. Так. И еще. Опять же возвращаемся к коллективному договору, что без согласия правкомов не допускается сокращение нескольких категорий лиц, получивших увечья, имевших травмы и матерей-одиночек. Не выделяется определенная категория, вы просто защищающие эти слои. Так. Да не просто защищаются слои. Это предупреждает и работодателя, что надо заниматься вопросами охраны труда и техники безопасности. Потому что если вы, так сказать, получите вечного работника, то вы его не сможете уволить и будете его содержать. Потому что, ну, вы же понимаете, какая цель у предпринимателя? Убирать производство. Нет, это не цель у него. Цель какая? Любой по гражданскому кодексу. Получит прибыль. Получит прибыль. Прибыль. Максимальная прибыль. Ну, раз максимальная прибыль, значит, если вы записываете такое, что он должен будет содержать, так он, ну, зачем же я буду содержать, я лучше сделаю и так, чтобы он не оторвал ему руку новую. А так, я должен буду все время платить. Поэтому, исходя из этой цели, прибыли, он должен будет позаботиться об установлении соответствующих норм охраны труда и техники безопасности. А если вы этого не сделаете, скажут, ну что, сейчас несчастный случай, на вас наехал погрузчик. Мы тут при чем? Мы тут не при чем. Надо было быстрее бежать. И вот еще один интересный пункт о забастовках. Мы считаем, что в период забастовки в организации не применяется труд иных лиц, кроме работников и лиц, которые были привлечены до начала забастовки. А, но это все делается с согласия правкома. Да. Как бы получается, это дает некое право на забастовку без каких-либо материальных последствий. Нет, право на забастовку и так есть без последствий. Какие последствия? У вас право на забастовку, если вы не имели в коллективном договоре, что за дни забастовки разрядитель должен заплатить, то он и не будет платить. Просто вы бастуете и бастуете. А тут вещь идет не просто о праве, а дело в том, что вы-то забастовали, а он взял из морского кадрового агентства и 100% пригласил докеров. И никакой забастовки нет, ему плевать на вашу забастовку. Он вам докером должен платить в два раза больше, чем вот этим работникам морского кадрового агентства. Ему это и даже ваша забастовка только в плюс. Поэтому это вот работники добились того, чтобы стоял такой пункт, который не делает забастовку бессмысленной. А иначе она бессмысленная совершенно. Ну и получается, что в такой ситуации работодатель должен разбираться уже внутри своего рабочего коллектива. Следующий пункт – это обязанности работодателя по охране труда и здоровья. Мне показалось интересно, что было прописано обязательное финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в не менее 0,7% от суммы эксплуатационных расходов. Это очень важно, да. Компт – это 6,8% расходов на предприятии должна направляться на улучшение условий труда и охраны труда. А вот не будет этой цифры. Значит, это может быть не 8%, а 7, 6, 5, 4, 3, 2. А сейчас ничего не будет. Нет, ну зачем, 0,05%. Скажут, вы финансируете улучшение условий? Да, мы финансируем. А в каких пределах? Ну, это наше дело в каких пределах. Вот мы в таких пределах. То есть, если вы это не записали, тут была такая ситуация вот в этом самом порту, что в другой компании, правда, закончилось действие договора, и где-то действие следующее должно было быть через два месяца. И вот, значит, был период, когда не было этого регулятора, коллективного договора. Ну, обычно, ну, вы себе представляете, что работать докеры должны на улице, в том числе, в любую погоду, в том числе, в мороз, в ветер, там, в дождь и так далее. Значит, существует два вида одежды. Есть одежда шерстяная, есть брезентовая. Значит, вот по коллективному договору была шерстяная. Вот если вы в шерстяной одежде, в шерстяных носках, в шерстяные какие-то, значит, штаны специальные, в шерстяной свитер, вы не заболеете, если промокнете. А если у вас брезентовая, то появилась большая вероятность, что вы заболеете. Это раз. Во-вторых, значит, существует спецодежда. Вот спецодежда бывает индивидуальная. Я ее раз в шкафчик повесил, ушел домой. Через день я пришел, уже через два, она сухая. Сухой одел и пошел. А существует дежурная. Это значит, вот вы пришли, после дождя повесили, а я сейчас иду за вами. Я накинул эту накидку, она мокрая вся, и пошел. Вот как только закончился коллективный договор один, сразу вместо шерстяной одежды появилась брезентовая, и сразу вместо индивидуальной рабочей одежды, которая подбирается по работнику, это дежурная. То есть, вот он приходит в 8 часов вечера, в ночь ему идти, а вот там висят все это, мокрые, грязные, холодные, а он на диване и пошел работать. Вот что получается. Как только, значит, закончилось вот это, а вот там существуют обычные службы, работники сидят, девушки или женщины, которые выписывают там все, сколько надо, чего, все делают. Но на основании приказов, а на основании, не на основании коллективного договора, а если есть коллективный договор, то на основании коллективного договора. Сразу был провал, вот мгновенно, обнаружилось в течение, никаких каких-то больших конфликтов не последовало, поскольку вроде как уже у вас договорились. Все, ну просто этот период переждали, и опять началась другая жизнь. Ну, потому что насчет одежды, там, я читала, было прямо написано, что обязуются предоставлять сухую одежду, если необходимо работать. Да, да. В плохих погодных условиях. А, это очень просто, я вам сухую предоставляю, а потом... Ну да, а следующий мы уже нет. Да. Так, еще по охране здоровья работодатели обязуются не привлекать работников к сверхуручным работам на радиоактивных и химически опасных грузах. А мы радиоактивные грузы куда-нибудь за границу отправляем? Как вы думаете? Ну мы, ну мы строим же атомные электростанции? Строим? Да. Росатом строит, строит, на экспорт строит. Ну раз строит, то, соответственно, загружает туда и топливо. А отработанное топливо забирают у нас на территорию, утиллюзируют? Утиллюзируют, значит, это все есть. А если его привлекает, то, значит, надо тогда устанавливать норму, сколько вы можете получить. Для этого надо иметь счетчики, гейгеры, а не просто так. Что-то мы везем, а что вы везете? Откуда вы знаете, что вы грузите? Не знаете, потому что это все закрытое и так далее. Или, или делается так, что абсолютно безопасно. То есть, такие системы хранения этих грузов, которые исключают поступление радиоактивности для тех, кто перегружает. Не надо в молочных бидонах переносить ядерное топливо. Так. Так, потом, дальше, касательно рабочего времени. Не прописываются все сверхурочные и оплаты. Кстати, тут тоже относительно трудового кодекса значительно лучше. Так. Первое, что говорится, что работники, точнее работодатель может привлекать рабочих к сверхурочной работе не более, чем на 45 ночных смен. Ой, нет, это не проехать сверхурочное, простите. Просто не больше 45 ночных смен в год. Да. Уже идет некое ограничение. И также должен предоставляться еженедельный непрерывный отдых не менее 48 часов. Так. Потом, и вот уже, что касается сверхурочной работы. Оплата идет... Ну, во-первых, привлечение к сверхурочной работе в выходные и нерабочие дни, за исключением каких-то аварийных и форс-мажорных обстоятельств, производится с письменного согласия работников. То есть нельзя просто так взять человека и отправить... И сказать, Иванов, вот сверхурочно будешь работать. Нет. Письменное согласие, то есть не просто даже если он говорит, да, да, я пойду. Бумагу должен написать. Если это не какие-то стихийные действия, другие катастрофы. Ну, раз письменное согласие, то работник не напишет, и все, нельзя его привлекать. Правильно? И также сверхурочные работы после работы в ночное время. И после работы в смене продолжительностью более 8 часов они запрещаются. А, у них 12-часовые смены. Сами они их добились, между прочим, и поэтому страдают от них. И... Что-то я сейчас не вижу, но... А, вот. Время фактической переработки, оно оплачивается в двойном размере. В трудовом кодексе установлены чуть менее, менее высокие цифры. В полуторном размере первые 2 часа, а дальше в двойном. А тут сразу, а тут сразу в двойном. А это связано еще и с тем, что, вот, скажем, рабочий, ну, не в состоянии запомнить, когда это было, когда он полтора, два часа работал, когда три часа работал, сколько там. Тут сразу взял, в двойном. Ну, и это понуждает администрацию без нужды не привлекать с кухорочным работом. Правильно? Вот еще интересный пункт, и начинается он со слов «В целях налаживания отношений социального партнерства работодатель должен освобождать работника по его заявлению и предоставлять... Если работник еще предоставляет не только заявление, а соответствующие документы, то работодатель должен с оплатой по тарифной ставке отпускать работника на следующие сроки. На два дня в связи с бракосочетанием, с похоронами ближайших родственников, в связи с призывом сына в вооруженные силы. И вот что еще интересно, такого я нигде раньше не видела, в связи с первым сентября, там, по-моему, было, если имеются дети до третьего класса, кажется так. Просто вот такого действительно нигде я раньше не встречала, чтобы отпускали с работы по таким обстоятельствам. Как бы брак – да, похороны – да, но все остальное... Да что, вроде учебы детей хуже, чем похороны, что ли? Что, не важное дело? Ну, это вот как раз говорит, что это пример того, что можно записать лучше, чем в законе. Вот и записано лучше, чем в законе. А работодатель может по этому поводу, вот написано, в целях налаживания, а тебе говорят, мы против, так мы налаживать будем или не будем налаживать? Там же переговоры-то ведь как ведутся? Переговоры по коллективным договорам ведутся под угрозой чего? Как они ведутся, под угрозой или не под угрозой? коллективные переговоры? да, просто сидят и разговаривают, да? видимо, нет. но у работодателя есть сила, он единоначально может что-то решать, а другая сторона, у него сила есть? нет. почему нет? есть. да бастовка, они сидят, вот мирно беседуют, уже сидят тут рабочие в этой переговорной группе, уже не профсоюз, профсоюз, он тут рядом помогает, сидят рабочие, которые потом скажут, надо снимать, они вообще не понимают русского языка, надо бастовать, он потеряет гораздо больше, работодатель, корабль не войдет, не успеет войти в морской канал, миллионы потерять, если будет, а он просто даже, просто замедлит работу немножко и все, чуть-чуть замедлит, он не успеет, не надо, это же главная производительная сила, главная производительная, но если она не организована, толпа просто, то с толпой нечего и разговаривать, а если это организованная сила, в данном случае, которая с учетом того, вот этой переговорной группы, это еще не забастовочный комитет, а вот люди в переговорной группе, они освобождены, а раз они освобождены, я сейчас пойдут в бригады рассказывать, о чем они разговаривают, слушай, говорит, не хочет соглашаться, чтобы у нас был такой пункт, что будем делать, как что будем делать, да будем работать по правилам, и начинает работать по правилам, к примеру, а еще никакой забастовки нету, а это так, просто все медленнее делается, намного, и строго причем по правилам, скажут, а раньше вы что не по правилам, и раньше по правилам работали, только сейчас строго по правилам, а раньше просто по правилам. Так. Один из самых страшных видов забастовки. Да, один из, Потому что никакого противодействия ей нет. И репутателем, ну, он так смотрит на это. А потом, поскольку это по бригадной делается, что не так, что один день. А вот одна бригада, одну неделю, другая бригада, другую неделю, третью бригаду, третью неделю, четвертую, и все легородит. Потому что, если одна бригада у вас не работает, значит, вы не успеваете. Вторая бригада, первая работает, все в порядке, она закончила. Вторая, опять вы не успеваете, третья и так далее. То есть, отсюда и вывод, что надо договариваться. Кто этот вывод делает? Работодатель должен делать вывод, что надо договариваться, иначе толку не будет. Ну, потому что это люди, а не машины, это уже непринудительный труд. Это не рабы, не крепостные крестьяне. То есть, вообще, вот это вот осознание этого процесса, что это не рабы, не крепостные крестьяне, оно и происходит не благодаря разговорам, а благодаря тому, что люди себя ведут с соответствующим достоинством. И вот коллективный договор, это вот тот случай, когда это можно, так сказать, ну, в спокойной обстановке представители работников и работодателей, но в достаточно высоком уровне, я никогда не видел, чтобы ниже первого заместителя генерального директора там были переговоры. Не ниже. Первый заместитель генерального директора ведет эти все переговоры. И там директор, замдиректора по режиму, замдиректора по экономике, замдиректора по финансам, с той стороны. А с этой стороны представлены, так сказать, рабочие, причем именно рабочие докеры, квалифицированные, по которым спрашивают, а вы не забыли, как это, вот вы уже два месяца сидите в переговорной группе, не забыли, как рычаги, как действуют? Не, говорит, не забыл, у меня опыт большой. Давайте я вам покажу. Так, и вот пункт 357, тоже по гарантиям, он относится к, а, это все еще раздел оплаты труда, да. Полностью дублирует трудовой кодекс, говорит, что при отказе работника от выполнения работ, не предусмотренных трудовым договором, не налагать на него дисциплинарных взысканий. Да. Скорее, еще раз напоминает работодателю, что он... И работнику, чтобы он не боялся, да. То есть, некоторые вещи из трудового кодекса вписываются не потому, что они улучшают, а потому, что они улучшают возможность, так сказать, вот, в случае таких конфликтных ситуаций, выйти из них без конфликта. Он говорит, я это не буду делать, потому что это и в законе, и в полдоговоре, и вот и все. Что тут конфликтовать? Так. Ну, что касается контроля за выполнением, здесь просто прописывается, что контроль должны осуществлять как работники, так и работодатели, и также профсоюзные организации. Ну, вот я хочу вам сказать, потому что я присутствовал на конференции, на которой генеральный директор рассказывал о выполнении коллективного договора по пунктам в обязанностях. Вот. А контрольная группа была из представителя работников, представителя работодателя, и вот тот, он говорил, что мы предпримем то, предпримем все, предпримем все. Такая деловая была встреча, люди сидели и, так сказать, как бы советовались, как это дело уладить, чтобы это все-таки выполнить. Потому что не бывает такого, чтобы не было никаких невыполнений, правильно? Такое не бывает в жизни. Ну, значит, надо как-то из этого выходить, как будете выходить. Вот тут же давал генеральный директор обещания и распоряжения. Так, вам то, вам то, вам то и так далее. Очень такая деловая встреча интересная. И итоги о соблюдении и несоблюдении, как написано, должны подводиться каждые полгода на заседании правкома. Так, и теперь я хотела бы вернуться к вопросу, упомянутому еще в самом первом пункте в общих положениях, именно конфликторазрешения. Но об этом говорят пункты с 1.5 до 1.8. Как бы достаточно общими словами, но все равно делается акцент, привлекается внимание к тому, что все-таки все заинтересованы в предотвращении и мирном урегулировании конфликтов. Ну вот пункт 1.5, опять же, начинается со слов, что стороны заинтересованы в устойчивой хозяйственной деятельности организации, поддержании обстановки обоюдного доверия и взаимопонимания, достижения высоких экономических результатов и благополучия каждого работника организации. Вроде бы общие слова, но тем не менее они призывают к некоторому сотрудничеству. Что вновь возникающие вопросы производственно-хозяйственной деятельности, затрагивающие профессиональные и социально-трудовые отношения стороны, решают совместно. – Вот, Виктория, я вас остановлю. Значит, вот с точки зрения этой идеи, которую вы сейчас выдвинули, рассматриваете, с точки зрения конфликта разрешаемости, значит, вот по тем вопросам, которые предусмотрели люди в ходе переговоров при составлении, вот они конфликты же приотвратили. – Да. – Правильно? То есть, что такое коллективный договор? А это не то, что будет конфликт, мы будем думать, как его разрешать. А не хотите вы подумать, чтобы он не возникал? То есть, вот чем, в чем преимущество коллективного договора, по сравнению с всякими переговорами, когда вот мы с вами подрались, что мы говорим, давайте думать, как мириться. А уже мы, таки, уже заранее уже предусмотрели какие-то меры, и это вот, то есть, все возможные конфликты здесь разрешены. И остались пункты, по которым, ну, не было, возникли какие-то проблемы. И тогда вот этот пункт, который вы называете дополнительный, что, а по ним давайте снова проводить переговоры, хотя, так сказать, они, потому что они не урегулированы коллективным договором, невозможно все урегулировать. Сколько бы вы не урегулировали, будут такие вопросы, которые возникнут по ходу дела. Ну и вот тогда, а тогда, как действовать в этой ситуации? Вот так и действовать. Договорное регулирование считается приоритетным, и все достигнутые договоренности, они добавляются в коллективный договор в качестве приложения. Да, это значит, что нужно вот теперь договориться и подписать новое соглашение. А видели, сколько там соглашений, по которым были конфликты? Их там 30 с лишним. 30 с лишним. Галерий Николаевич, лекция, сейчас не могу говорить. Ну, следующий пункт, опять же, довольно общий. Он говорит, что при реализации положений коллективного договора стороны должны стремиться избегать конфронтации, а возникающие разногласия и недоразумения решать прежде всего путем переговоров и соблюдения следующих процедур. Ну, здесь два пункта. Это что-то учет мнения правкомов и согласование предусматривает право работодателя издавать необходимые акты после получения письменного согласия правкома. Это, опять же, этот пункт чуть расширяет предыдущий именно по процедуре. Он не чуть расширяет предыдущий, он является пунктом, который является принципиальнейшего характера, потому что до предыдущем кодексе вообще все такие вот вещи решались по согласованию с правком. При изменении кодекса, переходе к новому правополаду, все согласование полностью выкинуто, и осталось только учет мнения. А учет мнения, мы уже с вами это обсуждали, это затягивание издания соответствующего приказа. В связи с тем, что будут консультации, будут бумаги, будут встречи, но это значит, что если я вознамерился издать приказ, я его издам. Независимо от того, какое у вас мнение, какая у вас позиция и так далее. Поэтому ПКТ, один из немногих предприятий и, соответственно, организаций, которые заключили такой договор и защищая вот эти пункты в новом коллективном договоре, вот забастовка у них как раз по этим пунктам была. Что их хотели убрать, это согласование в новом коллективном договоре, а они не дают убирать. Потому что они прекрасно понимают, что у них тогда весь рычаг и пропадет. Вот они будут увольнять без согласования. Увольнять в том числе тех, кто организовывает забастовку и так далее. То есть надо вовремя понять, где главный рычаг. Поэтому это вот не просто какое-то дополнение, это принципиальнейший пункт. Если вы возьмете другие коллективные договоры, других предприятий, вы там не найдете. Их нет. Я имею в виду, что пункт 1.6, он дополняет пункт 1.5. Он дополняет. Он дополняет. Но я хочу сказать, что это понятно, что он дополняет. Но дело в том, что это очень важный такой пункт. Принципиальнейший. Следующий пункт гласит, что если возникают какие-то конфликты относительно выполнения или невыполнения коллективного договора, то здесь уже стороны должны разбираться в соответствии с действующим законодательством. Но все равно предупреждается некоторое появление конфликтов насчет уже даже прописанных правил. А что говорит действующее законодательство по поводу, вот скажем, я вот нарушил какой-нибудь пункт коллективного договора, а вы представитель работников. Что вы мне скажете? Ну вот мы встретились сами. Что вы мне скажете? Мне кажется, здесь уже имеет место быть только судебное разбирательство. Зачем судебное? Вот мне говорите, вам что судебное разбирательство нужно? Записано в коллективном договоре. А что такое коллективный договор? Соглушение со стороны? Нет. Это не просто соглушение со стороны. Это уже норма права. Это локальный нормативный акт. Ну если это локальный нормативный акт. Вы хотите, чтобы мы в суд подали? Вам это надо? Нет, я говорю, нет, нам это не надо. Ну, так давайте как-то решим, и все. Поэтому это опять вот ту же линию, если мы ведем. Ну, почему-то вы пойдете в суд? В суд это вы будете ходить, это потребует, пока вы напишите бумаги, потом это будете ждать, потом будут стороны вызывать и так далее. А зачем вам это надо? Вот вы обращаете внимание, раз это пункт, по которому была договоренность, так вы обращаете внимание другой стороны, что это пункт, который нами согласован. Вы что, отказываетесь от этого пункта? Отказываетесь, пишите бумагу, вы пишите бумагу, если вы отказываетесь. Не пишите бумагу, ну тогда выполняйте. Как вы собираетесь выполнять? Выполняете. Это локальный нормативный акт, он уже есть, он норма права, он вошел вправо. То есть, вы как бы, те права, которые существуют, даны кодексом, если вы получили коллективный договор, то вы их расширили, уже расширили. И они не просто вот, они вот норма права только вот на этом препятствии, нет, это признанные законом России, норма права. То есть, коллективные договоры это локальные нормативные акты, точно так же, как приказы директора. Но если у вас есть коллективный договор, можно ли сдать приказ директора вопреки коллективному договору? Нет, все, этим самым вы уже расширили эту норму. Так, пожалуйста. Следующий пункт, он тоже немного поясняет предыдущий, что и дает некоторые вариации. Как бы, в случае, если у работника возникают разногласия с работодателем по поводу применения какого-либо положения коллективного договора или рядового законодательства, то, то есть, в первую очередь, вот эти разногласия необходимо обсудить с непосредственным руководителем. По желанию работника в этом обсуждении может принимать участие представитель профсоюза. Да, представители профсоюза говорят работникам, не вздумайте говорить без представителя правкома, потому что и я переговорят. И эти говорят, не, я обычно, как делать, я без представителя правкома эту тему обсуждать не буду. Давай, тебя дождемся его, и все. Он говорит, я тебе сейчас, нет, давай, вот сейчас дождемся, пусть подойдет, и все. То есть это отработник уже зависит, это работники должны быть воспитаны в этом смысле, в смысле коллективизма такого профсоюза, что если это член профсоюза, то как вы собираетесь со мной разговаривать, то мы посоветуемся с профкомом. Вот мы втроем и поговорим с непосредственно руководителем, рабочим, потому что, ну, представьте себе, рабочий, ну, как он переговорит непосредственно руководителем? Никак он его не переговорит. Получается, таких разногласий может быть слишком много, а работодатель не может разбираться. Не разбирайтесь, не разбирайтесь, уступите тогда. Не хотите разбираться, уступите рабочему. А я и не настаиваю, чтобы разбираться. Я имею в виду, что у работодателя просто нет достаточного количества времени, чтобы обсуждать. Да это непосредственно руководитель, у вас же написано, это неправильно говорите, непосредственно руководитель. Это кто такой? Начальник участка, начальник смены, бригадир. Как нет, он только этим и занимается. Вот бригадир, он вышел только что из рабочих, стал маленьким начальником, он уже не хочет заниматься, а вы его тут прикрываете, защищаете. Он не будет разговаривать уже с докером, потому что он уже вот вышел. Я не его защищаю. А он же представитель работодателя, непосредственно руководитель. Там этих представителей работодателя море, они на разных ветках сидят и разные функции выполняют. Тот самый, который наверху, он не будет разбираться с каждым спором. А тут не написано. А вот там у вас что-то, так вы-то что мне прочитали конкретно? Непосредственно руководитель. Я-то реагирую на то, что вы прочитали? Непосредственно это какой-нибудь бригадир. Да? А что? А что? И хорошо. Ну, хорошо, пускай он разбирается. А так и написано у вас. А так и написано. Да. Ну, хорошо. А что значит некогда? А вот генеральный директор, он разбирается, когда коллективный договор составляется. Я говорю, что генеральный директор с каждым отдельным разбираться не будет. Не будет. Поэтому это и сделано для того, чтобы разбирались. Не будет. Но если нужно будет кого-то наказать, то он будет издавать приказ, будет генеральный директор. Потому что никто другой не может издать приказ о наказании рабочего, или инженера, или бригадира, или начальника участка. Поэтому на самом деле вот генеральный директор, ему приходится вот сплошь и рядом разбираться. То есть он сначала поручает кому-то, а никто не имеет права наказать. Нельзя вот вам объявить выговор, начальник цеха не может. Он может на вас накричать, а вы можете тоже на него накричать. А вот выговор объявить, и тем более какие-то взыскания сделать другого типа, или поставить вопрос, только генеральный директор. Поэтому генеральный директор, к его сожалению, вынужден заниматься очень часто. Но тем не менее некоторые-то вопросы снимаются. Да, но если снимается, зачем им заниматься? Вот и получается, что это уменьшает количество каких-то споров по конкретным пунктам, которые уже доходят для генерального директора. Так, ну и коллективный договор призывает вести переговоры с взаимным уважением. Ну это просто общие правила, которые отвечают интеграцию. Но еще и, наверное, ведь коллективный договор никакой не является абсолютно полным, правда? То есть в ходе его выполнения выявляется, что нужно вот эти неурегулированные вопросы. Вот эти, и тогда коллективный договор уже можно с самого начала, предзаключив один коллективный договор, заниматься его совершенствованием. Или в порядке заключения новых соглашений, а потом из этих соглашений что-то войдет новый коллективный договор. Но коллективным договором что считается? Вот коллективный договор плюс соглашение или коллективный договор и соглашение? Соглашение входит в коллективный договор? Да. Вот эти все отдельные соглашения. То есть, смотрите, какая структура получается в этом смысле конфликта разрешимая. То есть, люди договорились о главном, а еще по куче вопросов не договорились. И они могут тут скандалить, долго сидеть и говорить, мы никак не можем заключить договор. Ну, хорошо, ну, заключите по тому, о чем вы договорились. И подписали коллективный договор. Сделали уже шаг, уже мы с вами друзья. Там уже говорилось, что все вот эти дополнительные соглашения, они являются как бы частью коррекции. Но они появляются во времени, они появляются в течение длительного времени, их долго нет. То есть, получается, что они-то входят в коллективный договор, но это такой коллективный договор, который вы имеете в руках, появляется очень не скоро. А он уже, то есть, давно есть заключенный коллективный договор, он потом пополняется, пополняется, пополняется. Более того, согласно закону, сторона имеет право начать переговоры по изменению и дополнению коллективного договора, когда он заключен. Вот вы, например, закончили, сколько у вас еще? 33? Хватит, да? Все, закончили, закончили. Ну, раз закончили, вы можете начать процедуру переговоров по изменению и дополнению к коллективному договору о будущем. Давайте о будущем подумаем. Оно на мне ничем не грозит, спокойно подумаем. Никуда, нигде сроки не укладываются. Пожалуйста. Каждая сторона может это дело поставить. Вот, может быть, это генеральный директор, когда вы там меня-то не вписываете, что я должен разбираться. Впишите непосредственно руководителя. Генеральный директор это и сказал. Пишите там, непосредственно руководите, чтобы они не бежали ко мне. Так, еще что у вас? Первая часть, она содержит оговоренные вопросы. Также все по процедуре. И вторая часть включает большое количество дополнений, именно принятых уже в процессе. И с возможностью также дополнения и расширения. Ну, на этом уже все. Ну, вот что, как вы оцениваете, товарищи, данный доклад? Я вот считаю, что это замечательный доклад. И прошу считать мои, так сказать, вот, так сказать, вот всякие замечания, соображения, ну, только подтверждением того, что я сказал. Потому что он, ну, достаточно, так сказать, глубоко рассматривает вот ту проблематику, которую нужно рассмотреть. и, ну, и побуждает, там, и меня подумать тоже на эти темы, или что-то вспомнить, или добавить. Потому что, ну, не поверхностный такой доклад, а вы разобрались и увидели самые интересные такие вещи, которые в других местах и не найдешь. Поэтому это такая уникальная возможность, потому что хороших коллекционных договоров, ну, их не так много, потому что не так много людей с хорошими головами, которые хорошо их пишут. Очень часто коллекционный договор представляется вот просто с такой сборничек и переписывание того, что есть в законе. И я же подпускал, у нас подписан. В советское время пятая часть предприятия в Ленинграде имела коллективные договора. Нет обязанности заключать коллективные договоры. А сейчас есть такой пункт, который вообще может свести к нулю всю коллективную договорную вот эту процедуру, который говорит, что через течение трех месяцев если не договорились стороны, что тогда? Тогда прекращаются. Нет. Нет, тогда подписывают по тем пунктам, по которым договорились. А если ни одного пункта, а вот и вот и, значит, нулевой, то есть и нет коллектива. То есть выходит работодатель, если он упертый, совсем не хочет договариваться, то он может действовать очень последовательно, не соглашаясь ни с чем. Три месяца, вот три месяца она сидит, все смотрит, мы с ним разговариваем, разговариваем. Ну ладно, три месяца я оплачу, но после этого нет у меня никакого коллективного договора. И все. Это по закону? По закону. Хотя само понятие договора предполагает согласие сторон. Что значит обязаны? Как это можно обязать? Вот как нас можно обязать заключить договор? Я не очень понимаю. С точки зрения самого принципа договора. Тогда это не договор. Так и скажите, нам дали задание там. Директор дал, ректор дал, кто там? Министр. Ну как можно заключить договор и дать задание? И тем не менее, такая глупость, а в законе есть, в трудовом кодексе, обязаны заключить договор. А это сводится к тому, что мы имеем, то есть, сводится это к тому, что имеет право вообще его не заключать. То есть, я сидел, сидел, ни с чем не соглашался, кофе выпили, три месяца отсидели, ничего не получили, и все, до свидания. Хватит, идите, работайте. Так, замечательный ваш доклад. Да, спасибо, очень хороший. Всем рекомендую. Берите пример. Так, кто у нас намечен? Следующий. Если я хотела. А можно следующий? Можно следующий, да. Да, вот вы и следующий раз будете. А, да, давайте. Нужно сдавать письменный или нет? Нет, я запомнил вас. Ну, хорошо. Вы создали хорошее впечатление, я не забуду. Незабываемое, говорит, впечатление. Но вот у нас с вами бесконфликтное отношение, да, откровенное. Вот как вы считаете, на каком основании должен я поставить зачет? На том основании, что я знаю, что человек в этом вопросе разбирается. Ну, вот я вас послушал и вижу, что вы в этом вопросе разбираете. Делаете только за бумагами. Дойдем до бумаг, и вы придете, я вам поставлю зачет. И весь разговор. То есть, у нас, конечно, есть какая-то цель, так сказать, вот именно во время проведения зачета. У нас все занятия, тем более по нашему расписанию, там даже видно, что у нас есть лекции, а есть, ну, как бы такие практические занятия, когда вы выступаете в качестве людей, которые оценивают, разбираются в конфликтах, ну, в той мере, в какой можно разбираться на основании каких-то документов. Этот документ очень содержательный, потому что за этим документом длительная, многолетняя работа, с одной стороны, одного из лучших предприятий России, действующих, не какой-нибудь там развалюхи, которую закрывают, а которая суперсовременная. Там вот эти машины-перегрузчики трехэтажные, они миллионы долларов стоят, каждый. И коллектив там людей, которые давно, это единственное предприятие, которое я знаю, где на сегодняшний день вот в ходе этой операции по увольнению, ну, по увольнению, по желанию, с компенсацией, остались члены профсоюза, которых никак нельзя уволить уже. Поэтому там нет ни одного члена, ни одного несостоящего в профсоюзе. Или в профсоюзе докеров большинство, или в профсоюзе работников водного транспорта, работники механизации. И там есть единый профсоюзный орган. Но в других вот компаниях порта этого нету. Единый профсоюзный орган, который образуется так. Вот есть основной, его председатель. Профсоюзной организации является председателем единого представительного органа, а заместителем является председатель правкома ПРВТ, работников механизации. Ну, надо сказать, что всегда работники механизации с удовольствием поддерживают докеров, потому что сами коллективные действия без участия докеров не смогут организовать. Всю меньшей численности и меньшие, так сказать, возможности организации и так далее. и в силу того, что там маленькие единицы, а у докеров бригада и 200 человек, и 150 человек. Если 150 человек договорились с бригадой как-то действовать, то это заметно будет для деятельности всей организации в целом. Ну, и с другой стороны, состав руководителей, он очень серьезно относится к переговорам по коллективным договорам, знает, что лучше тут поспорить, потому что если ты подпишешь, то придется выполнять, потому что уйти от выполнения тоже не удастся. И это понимает и генеральные директора, и все руководители, поэтому там всегда идет такая вот очень серьезная подготовка. Я это мог наблюдать, потому что я вот официально был оформлен и являюсь научным консультантом правкова докеров. зал по КТ. Что это означает? Это означает, чтобы туда попасть, надо, чтобы товарищ профсоюз докеров съездил в управление ФСБ по Ленинграду Ленинградской области к памятнику Дзержинского, который есть в Ленинграде, и там оформил бумагу. После этого я могу сесть на автобус с пропуском, который я получаю, тебя сфотографируют, и пропуск там есть по КТ, зал по КТ. И ты едешь с этим пропуском через ворота соответствующего зала по КТ на Турахтанных островах, в районе Автово, и ты попадаешь туда. Соответственно, ты можешь зайти и выйти в любой момент. И это дается на время. на сегодняшний день у меня такого сейчас пропуска нет. Будет необходимость, это надо снова запрашивать. Профсоюз докеров должен это делать. И с этим считается и администрация. Был такой случай, когда они решили не надо под разными предлогами, сказали, что у вас что-то не в порядке, меня не пустили. Там профсоюз такие устроил действия, после которых они сказали, нет, это техническая ошибка, все хорошо, пропускаем, разрешаем, поэтому я присутствовал. Естественно, я знаю руководителей, и мы с ними обсуждали, я объяснял им, почему экономически правильные требования, товарищи докеров и так далее. И они к этому относились. На данную консультацию я просил своих коллег, докторов экономических наук по некоторым вопросам прислать консультативное заключение для организации. Это же хорошо, специалистов, а то говорят, там есть зам по экономике, а у нас есть доктор экономических наук, завкафедры, который может дать соответствующую рекомендацию и так далее. Поэтому это вот такая плодотворная работа, созидательная, иначе на конфликте можно посмотреть, как конфликт возразился, стороны имеют в запасе какие-то силы и приемы силы, но это не значит, что они торопятся пустить в ход. Точно так же, как у нас, скажем, Соединенные Штаты Америки и Россия имеют равное количество боеголовок и равное количество средств доставки после сокращения проведения. И даже у нас на одну боеголовку ядерную больше. Но что не имеет такого принципиального значения, потому что достаточно средств у каждой страны, чтобы уничтожить себя, своего противника и всю землю. из этого что следует? Из этого следует, что это одна из гарантий. Все эти стороны понимают, что развязывание ядерной войны приведет к уничтожению всех. при том, что у нас какие-то очень острые полемика и делаются заявления и несовпадение позиций по многим вопросам, то все понимают, что это не основание для того, чтобы пускать вход в эти вещи. Это с одной стороны. С другой стороны, представьте себе, что это было бы только одной стороны. Но если бы только одной стороны, давно бы уже другой стороны как самостоятельно не существовало. Очень-очень легко это понятно как решать. Так, значит, вы в следующий раз. Спасибо за внимание. Продолжение следует...